МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас прекрасные дамы, у нас теперь бизнес, в первую очередь, женское дело. Марина Потабачина, предприниматель. Ольга Холунова, тоже предприниматель. И, конечно же, наш постоянный спикер Владислав Шориков, президент Торгово-промышленной палаты. Добрый день. А вы мне звоните, телефон 3190. Может быть, вы хотите завести ваш семейный бизнес? А не знаете, с чего начать? Вот прекрасные дамы, Владислав, как эксперт, вам подскажет, вообще с чего начинать, что лучше делать. А что лучше не делать? Поэтому 3190. Ну, вообще, давайте начнем гостю в целом. А что такое семейный бизнес? Это непременно вся семья от отца и до кошки должна как за ту репку тащить? Или один супруг может, допустим, рулить что-то с бизнесом и так далее? Уважаемые гости. Если один супруг, то, конечно, это еще не семейный бизнес. А, вот так вот? Конечно. То есть, должны еще другие члены семьи как-то участвовать. То есть, у Абрамовича это не семейный бизнес? Я не знаю, кто там у Абрамовича еще участвует. Если он один, то, наверное, нет. Я думаю, как у Абрамовича там нет смысла участвовать. То есть, один супруг это не считается еще? Нет. Если только это не династия. А, вот так вот. Ну да, я думаю, что да. Да, есть. Если это династия и продолжение какого-то семейного дела уже идет из поколения в поколение, то, наверное, это относится все-таки к семейному бизнесу. Ольга, вы как считаете? На мой взгляд, семейный бизнес – это совместная работа. Вот действительно, можно повториться, всех членов семьи над каким-то одним любимым делом. Каждый уже выбирает по своим интересам, по своим увлечениям, по каким-то предпочтениям. Вот в нашем случае это действительно общий труд. Труд всей семьи. От главы семьи, от супруга и до самых маленьких. До детишек, которые помогают в общем деле, которые оберегают вот это вот какое-то семейное, понимаете, начинание. И, можно сказать, какие-то идеи даже преподносит. Это вот совместное, именно совместное семейное дело. У вас тоже так же? Ну, конечно. Все, советуемся, все вместе делаем, решаем какие-то важные вопросы на семейном совете. Обязательно. То есть, у вас это не семейное совете, а бизнес-конференция, скажем так, получается. Ну, может быть и так, менее. Владислав, вообще, много у нас в регионе семейного бизнеса, вот вы как все-таки президент торгово-промышленной палаты. Соответственно, я знаю, по роду деятельность вам приходится встречаться, общаться с представителями самого разного бизнеса. Часто ли попадаются именно, которые говорят, а у меня вот, как Марина сказала, как Ольга у нас вся семья. Да, спасибо, Роман. Ну, я бы, может быть, еще вот стартовал с того момента, что такое семейный бизнес, да? Мы с вами опросили вот двух девушек. Сейчас можем опросить еще значительное количество людей, и у каждого будет свое представление. К сожалению, до данного момента, с точки зрения законодательства, никто не знает, что такое семейный бизнес. Потому что определения нет. В законе Российской Федерации, в законодательной базе, в нашей региональной, такое представление отсутствует. Ну, мы дальше можем поговорить, как оно уже зарождается, конечно, да, и кое-где появляется. Но вот, к сожалению, четкого определения в настоящий момент нет. С другой стороны, как нас с вами учили, помните, да, сухая теория, мой друг, древо жизни бурно зеленеет. Потому что в реальной жизни семейный бизнес и предпринимательство существует. И вот много или мало его, но поскольку официального определения нет, статистика официально отсутствует. С точки зрения практической деятельности, люди, которые работают вместе с членами своей семьи в одном поколении, в двух поколениях, ну, где-то даже уже в трех. Те, которые привлекают членов своей семьи, как супругов, детей, племянников, ну, и так далее, всех перечислять не будем. Таких уже достаточно много. А вот помните, у нас в перестройку-то было семейный подряд, это вот семейный бизнес? Ну, нет, ну, семейный подряд в перестройку, это немножко другое, конечно. То есть... Но если мы хотим отнести истоки какие-то в постсоветское время, да, то, конечно, этим термином тоже можно опереться. Хотя, если убрать советский период, то мы с вами найдем семейных предприятий и организаций, которые до 17-го года, очень даже и очень много. Да, повезло, что вот после 17-го, правда, недолго. Ну, в НЭПе можно взять этот кусок, да, фактически даже до 30-го года включительно. Безусловно, и там это присутствует, но почему же нет, да? Ну, скажите, Дама, наша замечательная, не знаю, с кого начать, прекрасная, но тем не менее, вот интересная история. Как вообще так получилось, что вот решили заняться семейным бизнесом? Вы знаете, получилось все с того, что просто это начиналось как хобби. Вот так вот. Да. А вы расскажете, о чем занимается? Ну, наша семья занимается птицеводством. Полный цикл от яичка до конечной курочки, можно сказать. И при том, вы знаете, появилось это хобби более 10 лет назад. Сначала все началось просто интересно. Давай купим инкубатор и посмотрим, как вот вырастить себе здоровую продукцию на своей земле. Вот. Я долго изучала период инкубации, литературу специальную. И вы знаете, получилось. А вы так кем вообще? Ну, по профессии, ну, по диплому, что называется. По диплому у меня два диплома с отличием. Я имею экономическое образование, наш Тверское государственный университет. И закончила техническое образование по специальности программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. То есть никак абсолютно мы не связаны. У вас такое замечательное образование. Вот почему вы решили к земле? А вот вы знаете, а вот, наверное, тема сегодняшнего нашей, ну, вот как раз сегодняшней передачи, тема интересна. Сначала появилась семья, появились детки. Вот. Поэтому мама уходит в декрет. Вот. А так как маме хочется еще и обеспечить своих деток здоровой продукцией, вот, уже появилось какое-то увлечение, хобби в виде сельского хозяйства. Ну, вот, огурцы как-то не очень увлекли, а увлекло именно птицеводство, вот, понравилась эта идея. Вот. И так как находилась в декрете, решили с мужем попробовать себя в сельской жизни. И настолько это нам понравилось, что стали появляться детки. Сейчас у нас четверо детей. Вот. Детей мы тоже увлекли этой идеей. И вот, действительно, это переросло на нечто большее. То есть начиналось с одного маленького инкубатора, такого, знаете, любительского. Прошло с фермерский. Я не представляю, инкубатор это исключительно вот что-то такое. Вы знаете, это очень интересно. Это же охватывает. И вот мне и кажется, что сама по себе идея бизнеса, это, ну, как, что такое бизнес, да? Это какой-то семейный бизнес. Это вот есть такие там разведления коммерческие, вид деятельности. Это даже не коммерческие, это, наверное, любимое дело. Я бы так назвала именно в качестве вот семейного бизнеса. Потому что тут все члены семьи переживают за результат, переживают за сам процесс вот именно там становления птенцов. И это воспитывает детей, поэтому он и семейный. Для детей мы открыли благодаря тому, что у нас общее какое-то увлечение, новые горизонты. Они видят свою, как бы, востребованность, скажем так, в них. Они помогают, они понимают весь цикл и понимают ответственность, что если на каком-то этапе была допущена оплошность, может пострадать весь результат. Это и воспитание, получается, с какой-то стороны, одна из форм воспитания. Вот, это подготовка их к будущей жизни, к самостоятельной. Я не настаиваю, чтобы они занимались тем же, но мне нравится, что они уже понимают, что такое ответственность, что такое общее дело. А нам это помогает. Во-первых, это свои здоровые продукты. Во-вторых, это какой-то, ну, можно сказать, дополнительный источник доходов от продажи излишков. И все предели, и все рядом. А для многодетной матери, вот в моем случае, это возможность общения со своими детьми, возможность принимать прямое воспитание. Вот, то есть я не могу находиться где-то в офисе, сидеть восьмичасовой рабочий день, потому что, получается, детки у меня будут потеряны. У меня их четверо, я не могу себе это позволить. Но в то же время, я не являюсь, ну, скажем так, ну, не сижу просто дома, я постараюсь заработать, стараюсь принять какое-то участие в обеспечении семьи. И это благородное дело, на мой взгляд, это очень интересно и полезно. Ну, просто удивительно, я понимаю, не было бы детей, у вас своих, что-то, цеплят, вот, как вы сказали, четверо. Когда вы время находите? Время находится именно сообща. Не было бы семьи такой большой, ничего бы не вышло, честно скажу. Бывают моменты, когда ты приболеешь, особенно вот в сельском хозяйстве, когда тебе тяжело. И вот тут начинается действительно поддержка со всех сторон. Мама, я это сделаю, муж делает более сложную работу. Вот, и понимаете, все это так как-то вот проходит, так плавненько, хорошо. Хорошо, а потом мы собираемся за столом, говорим, какие мы молодцы, слава богу, все получилось, все у нас, ну, где-то бывают, понятно, там, какие-то сложности, но даже сами сложности, которые нам приносят жизнь, они, получается, нас сплочают, объединяют. И вот в этом, вы знаете, мне кажется, и силы семейного бизнеса, потому что здесь взаимодоверие, поддержка, и, получается, мне есть на кого положиться. Мне есть на кого положиться в плане выпуска рекламы, коллега сейчас выпуска рекламы, не переключайте, буквально три минуты мы продолжим по семейному бизнесу. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», говорим сегодня о семейном бизнесе. Вот у нас Ольга образец просто для всех, я считаю, наших женщин и четверо детей, еще и бизнес просто. Вот то, что и Владимир Путин говорит, и губернатор наш Игорь Михайлович Руденя говорит, вот, берите пример. Марин, расскажите нам свою историю, когда и как вообще решили заняться бизнесом? Ну, у нас крестьянское фермерское хозяйство 2011 года, то же самое, вот, я уже повторюсь, что корни, конечно, в семье, начало всего. Потому что родились еще дети, и проблемы с натуральным, правильным питанием возникли, то есть начали бродить по магазинам, искать где-то натуральную еду. Конкретно козье молоко нам нужно было, не могли найти, потом решили все-таки на козу, на дно. Ну, вторую потом как-то, потом интересно стало, мы любим, чтобы не просто коза была, а стало интересно, давайте-ка мы найдем какую-нибудь необычную козу, чтобы она там и не пахла, и такое, чтобы было, и в общем, в итоге американских коз нашли. То есть, ну, сложно это было все, еще тогда не было в России их, и такой путь, первых привезли, потом еще нашли, и пошло-поехало, потом поехали в Чехию учиться с родделью. А все в Чехию? Первый раз. Неужели на Руси нашей матушке, тем более, рядом уже была учена? На Руси тоже, на тот момент, когда мы начинали, в 2011 году, учителей практически не было в Средделье, это сейчас очень много. Да, сейчас прям это популярная вещь. А тогда такая проблема была, ну, вот мы проводили сами семинары, здесь в Твери тут была такая, Елена Петровна ездила на технолог, я сама проводила, собирала людей, которых, ну, то есть со всей страны, тоже из Белоруссии, из Суренгой, откуда только не приезжали люди. Потом вот поехали в Чехию, там поучились, потом у нас в Москве нашли итальянцев, поучились. В общем, все стало интересно, молока стало не хватать, стали развиваться еще больше, съездили в Англию, там тоже посмотрели, 15 хозяйств там мы посетили, и по Европе поездили, то есть сами. И, то есть, интересно было посмотреть, кто как ведет хозяйство и за рубежом, потому что для меня это была, ну, то есть новинка, я не знала, как люди работают, насколько там, ну, все уже поставлено, потому что мы-то только недавно начали таким вот образом заниматься, да, на таком уровне, ну, как раньше, да, были совхозы, колхозы. А такое частное сельское предприятие, то есть у нас практически, ну, зарождалось в тот момент, да, то есть, и поэтому было интересно посмотреть, как там, что там. И как, ну, и само разведение сельхозживотных стало интересно, и переработка тоже стала интересна, то есть мы действительно увлеклись с мужем на тот момент. А от ком все-таки первая идея была? Супруг или вы? Я. Я решилась, да, потому что надоело искать нормальную еду, и вот решилась первая я сначала, да. А он меня, как всегда, молодец, поддерживает все мои бредовые идеи, вот, и везде он со мной был, везде ездил, то есть, и никогда он мне не чинил препятствий, когда я что-то там учиться, куда-то, где-то, и, ну, без этого никак. Сародели, у нас в основном мы занимаемся сароделием, ну, выпускаем другую молочную продукцию, называемся мы Тверской Малахит. На данный момент у нас уже довольно большой ассортимент, у нас есть интернет-магазин, ну, то есть, поставляем еще немножко в рестораны, в магазины свою продукцию. Унислав, вот, извиняюсь, простой вот семейный бизнес может стать членом торгового промышленного балла? Ну, да, конечно, у нас, ну, кроме того, они здесь присутствуют. Вот, мы же принимаем юридические лица, да, но я бы обратил внимание на такой вопрос, вот, почему торгово-промышленная палата год-два, уже три этим занимается активно? Вот, из того, что вы сейчас услышали, да, я сегодня так мне выпала роль бюрократического критика. Ну, хорошо, итак, что мы имеем, да, муж с женой занимаются, среди прочего, ну, в данном случае, фермерским хозяйством, назовем так. Соответственно, кто-то из них имеет или возглавляет юридическое лицо, остальные в нем работают, так или иначе. И что следует из нашего законодательства? Если муж директор, ну, я пока утрирую, да, жена главный бухгалтер, остальные там еще какие-то, между каждым должно заключаться, что, трудовой договор? Муж жену потом отпускает в отпуск, да, оформляет как положено, рассчитывает ей отпускные, да, ну, или она приболела, да, соответственно, у нас должен быть листок временной нетрудоспособности, его оформление. Дети маленькие, 10 лет, да, вышли помочь с курями, вышли помочь с курями, что это у нас, ну, я сейчас такое грубое слово скажу, эксплуатация детского труда, да, то есть привлечение и так далее. Посмотрите, поедитесь по улице, да, кто-то выращивает, кто-то стоит, торгует, ну, условно, в маленьком ларьке. Вы искренне верите, что вот этот парень, который там в 14-12 лет стоит, помогает своему родителю иметь трудовой договор со своим отцом, а он ему точно нужен? Вот зачем вот это вот все нагромождение, которое создает проблемы? Людям надо делом заниматься, они будут сидеть бумажки писать, но по закону положено. Следовательно, одна из целей, которую мы преследуем по внедрению самого понятия семейного предпринимательства и по его, ну, активному использованию в практической жизни, это убрать бюрократические препоны. Это не к чему. Ну, дальше мы уже можем перейти к другим моментам, связанным с поддержкой, да, но это уже, наверное, дополнительно в следующих вопросах. Поэтому вот это первая цель, которую перед собой ставит торговая промышленная палата, именно в нем. И, кстати, эта цель была поддержана на встрече нашего руководителя Сергея Николаевича Катырина с президентом Российской Федерации Путина Владимиром Владимировичем. То есть все это прекрасно понимают. Просто сам процесс идет пока, ну, не очень быстро законотворчески. Понятно, он связан с рядом событий, которые захлестнули страну и более острый характер носят. Но все равно к решению этой темы мы тоже подойдем. А, кстати говоря, события между санкцией и все прочее и так далее? Ну, ведь у нас отвлекло сначала ковид, потом санкции, я вам уже говорил, я не люблю. Это экономическая война, с моей точки зрения. Да, причем война на уничтожение противника, то есть нас, его экономики. Поэтому какие-то санкции. Санкции – это когда кто-то на кого-то обиделся и там что-то единичное ввел с целью просто временного ограничения. Это еще можно рассматривать как санкции. А здесь же конкретно для того, чтобы загубить всю экономическую базу нашей страны. А нет экономики, нет страны. А есть базовое семейное предпринимательство, значит, часть нашей экономики уже будет развиваться на нем. Потому что последний, кто покинет пароход экономического развития страны, это будут семейные предприниматели. Им нужно кормить себя, детей и так далее и тому подобное. Они от своего, они не откажутся, понимаете. Все будет, все что угодно, но все равно Ольга будет выкручиваться из создавшейся ситуации. Вы хоть 20 экономических войн с внешней стороны ей объявите, да, она будет держаться до последнего. И вот это нам нужно всячески поощрять. Ольга, ну вот правда, вот вы занимаетесь разведением, соответственно, птицеводства. Вы вот, к слову говоря, как-то почувствовали санкции. Потому что вы знаете, когда я снимал на одной из наших птицеферм, крупнейшие, все ее прекрасно знают, его называете, все ее знают. А мне рассказали, на самом деле, что вот то яйцо, из которого все начинается, оно закупается за границей. Совершенно верно. Причем не потому, что мы такие русские сиволапы, и, дескать, там одна-две страны, весь мир у них покупает. Это нормально, то есть я сразу, а как же так, они, не-не-не, это нормально. Ну вот специализируются. Ну, соответственно, санкции теперь, Д-плюс оборудование импортное и так далее. Вот вы как-то почувствовали на себя? Вы знаете, вы абсолютно правы, почувствовали не только мы, почувствовали весь этот сектор сельского хозяйства и птицеводства. С введением вот этих, ну, давайте опять их назовем, санкций и так далее, ограничений. Ну, из-за экономической войны. Да, или экономической войны, что, наверное, будет действительно правильнее. Вот, возник очень большой дефицит именно качественного яйца инкубационного. И это очень-очень сильно бьет в кошельку и как нашему фермеру, так и конечного покупателя. Потому что яйцо подорожало в несколько раз, действительно выяснилось, я тоже, кстати, об этом раньше даже, ну, знаете, не задумывалась. Племенной стадо изначально, оно у нас было за рубежом, и мы закупали, нам было так удобно. Отечное птицеводство, оно получается как? Оно потребителям, оно закажет, привезут и начинаем здесь выращивать. Но своего опыта, свои навыки мы не нарабатывали десятилетиями. И оказавшись в такой сложной сейчас ситуации, получается, нам надо быстро не то что догнать, но и в чем-то даже оперегнать. Но, к сожалению, чудес не бывает. И мы, как фермеры, сталкивались с такой ситуацией, когда просто птенец, вот знаете, он генетически слаб, и он не развивается. Наши селекционеры бьются, в чем причина, но это не сделаешь быстро, на это нужно время. Все мы это понимаем, все мы с этим, к сожалению, сталкивались. Но я все равно верю в то, что мы победим, потому что все равно наработки есть. Вы знаете, а что нас не убивает, то делает нас крепче. И дай бог, теперь заработает наша селекция. Теперь наше птицеводство будет, да, потихоньку, может быть, вставать на ноги, но это будет наше родительское стадо, но это будут наши наработки. И они от нас уже никуда не уйдут. Если бы не случилась эта беда, возможно, мы бы еще десятилетиями закупали вот эти вот зарубежные родительские стадо, яйцо и так далее. И никакого прогресса бы не было. А сейчас, дай бог, да, сложности есть, но я думаю, мы их преодолеем. Ну, на ноги встаем? Встаем, потихонечку встаем. Вы знаете, я просто не буду сейчас называть марки, я по рынку инкубационную яйца. Я вижу, соседние регионы стали развивать, появился бройлер, ну, а что, почему не называть? Ивановская область, Белгородская, Липецкая область. Понимаете, это приятно. Если раньше мы просто рос и рос, то теперь у нас регионы начали именно продавать яйцо и начали выводить какой-то свой отечественный продукт. И, кстати, конкурентоспособные цены тоже их поддерживают в какой-то степени. Импортное яйцо в связи с курсом выросло в два раза. Сейчас не подступится. Если фермер купит только импортное яйцо, вот как мы сейчас, к сожалению, пока у нас вот такая вот была ситуация, закупали, получаются все накладные расходы плюс неоплоды. В результате стоимость птенца в разы превышает отечественного. А если сейчас мы будем на нашем отечественном рынке развивать птицеводство, во-первых, это будет конкурентоспособная цена, во-вторых, наш продукт, и, соответственно, не будет накладных расходов в виде доставки из-за рубежа, и так далее, там, растаможки, ну и прочих зависимостей от курса, скажем так. Я думаю, что все у нас наладится. И мы стараемся, и, кстати, в последнее время очень неплохие, даже если сравнительные, вот я введу сравнительные какие-то анализы по прибавке веса, там, по периоду выращивания птицы. Наши птицы, вот, молодцы. Они, вы знаете, может быть, еще не опережают, но, скажем так, они идут по пятам. Так что все у нас будет хорошо. А вот если теоретически вот возьмут сейчас экономическую войну, как сказал Владислав, они сдаемся, скажем, все, русские, опять мир дружбы жвачка, как вы думаете, вот птицеводы обратятся к импорту или поезд ушел? А вот поэтому поезд-то и ушел, понимаете, в чем дело. Получается как, раньше не было альтернативы, хочешь не хочешь, закупай там. А когда уже наш внутренний рынок насытится и наполнится отечественным продуктом, который все равно будет дешевле, ну, согласитесь, ведь доставка... Голландские бройлеры растут быстрее, со слона размером зависит. Вы знаете, ну, если же голландские бройлеры будут расти хорошо, появятся такие, наверное, патриоты, как мы, фермеры. А вот я приветствую, я даже когда смотрю производителей, и если я вижу, что это отечественные производители, я отдаю предпочтение, ну, в плане даже элементарной каких-то техники или какой-то сейчас любого импортозамещения. Вот просто, знаете, из какого-то патриотического вот такого взгляда, я говорю, возьму. Вот, и если они будут прекрасно расти, ну, зачем мне нужен голландский бройлер? Пускай мой ростет чуть дальше, зато потом эти налоги пойдут на поддержку нашего же предпринимательства, на развитие нашей страны, и все у нас будет замечательно. То есть? Нужно, да, любить свое родное. Не нужен нам бройлер голландский, и Африк нам не нужно. Да, отечественного вырасти. Теоретическую основу, если позволите, я вам предложу. Нас ведь как воспитывали? Международное разделение труда. Каждая страна, ну, или там какая-то корпорация специализируется на чем-то, доводит процесс до совершенства, соответственно, себестоимость падает, конечная продукция дешевле и так далее, и все хорошо. Второе, на чем нас учили после 90-х годов, что бы ни произошло, бизнес as usual. Да, вы не беспокойтесь, что бы там ни было, мы все равно всегда будем с вами торговать. Все это оказалось, ну, первая теория, изменились времена. Второе, это оказался просто обман. И сейчас идет фактически переразделение мирового кооперационного рынка. Да, мы вот эту тему прошли уже, когда у них дешевле. Мы теперь пришли к тому, что у нас лучше это свое. И поезд уже не остановить, кусок отрезан. И как бы мы не сотрудничали в целом с мировой экономикой, потом, да, она уже такой, как прежде, не будет. То есть, как там... Мир изменился. Кстати, кто-то из наших зампредов, по-моему, правительства, сказал, то ли Мишустин, то ли кто, ну, Мишустин председатель, то ли, что мы всех запомнили, когда ему задали вопрос, недавно на форуме-то на Питерском. А как, если они пойдут обратно? Мы всех запомнили. Пусть они пойдут обратно, но это не значит, что они придут обратно. Вот вам позиция даже федерального правительства, дипломатично выраженная. А народам выражено только что. Я куплю отечественное, называется. Ну, а вы в Тверской торговой промышленности тоже запомнили? Обязательно. А как же? Ну, мы поддерживаем, понимаете, резидентов российского бизнеса. Вы можете быть иностранцем, но если вы ведете предпринимательство на территории Российской Федерации или, соответственно, на нашей области, то, пожалуйста, если вы строите, развиваете у нас вперед, если вы это делаете где-то, ну, это туда, к ним, не к нам. Но есть же у нас те, кто ушли и те, кто остались. Ну, вы знаете, вот некоторые, особенно из тех, кто остались, они очень с просьбой такой говорят, вы поменьше о нас вспоминайте. Мы работаем и работаем. Я не буду называть даже крупные компании, которые остались. Вот. Мы работаем и работаем. Мы вот встречу с этим проведем, с тем, вот этих привлечем, сделаем, поменяем, ну, соответственно, поставщиков из импортных на наших отечественных. Главное, по телевизору и в газетах об этом не рассказывайте, а то кто-нибудь прочитает, там перепечатает или обнародует, и нас будут гнобить. Ну, были те, кто ушли, есть такие, как бы, идеологически ушедшие, да, а есть кто со слезами на глазах. Но сущность от этого не поменяется. Обратно билет все равно будет обрезан тем и другим. Обратно дороги нет. Ушел и ушел. Но есть те, кто остались? Таких много. Марин, я знаю, что у вас едят сыр. Скажите, вот говоря в контексте с санкцией, а вам это помогло или ударило по вашему бизнесу, потому что сыр, ну, держу по риме, кажется, оборудование, наверное, импортное, да, или как? Оборудование, вот, кстати, как раз подержу Ольгу, наконец-то у нас стало появляться хорошее российское оборудование для сыр. У нас сегодня просто елиль какой-то, на уши льется. Нет, на самом деле, ну, это правда. Многонетный мам-патриот, оборудование, прям какие-то позитивные новости. Нет, на самом деле, это правда, и первые свою сыроварню мы покупали итальянскую. Да, вот я почему-то спрашиваю. Помню, за 21 тысячу долларов, что-то евро. Все очень дорого, все так тяжело, долго не могли поправиться после этой покупки, потом искали тоже оборудование, и была возможность купить итальянскую или наша российская. И на тот момент, когда я поехала узнавать про нашу российскую, вот есть фабрика Казара, и общаемся же с сыроделами, и с одним, со вторым, с третьим пообщались, и рискнула, купила наше оборудование на 300 литров от Казара. Прекрасное, вообще прекрасное. Ну, то есть, ничем оно не хуже, даже лучше итальянской. Вот я что есть, то есть, потом еще одно купила. И дешевле, самое главное. И дешевле, намного дешевле. Сейчас-то 1 евро к рублю, полсотни. Метал прекрасный, моется прекрасно, работает, слава богу, дай бог не согласить. То есть, уже сколько лет мы на ней работаем, греет четко, нету никакой практической инерции, минимальной. Инерции в итальянской намного больше. То есть, наши стараются и молодцы, я не знаю, каким это удается, но удается. И практически наши все сейчас сыродели, перешли на наше оборудование. В основном, да, казара или еще какие-то есть. Марина, извините, я перебью. Получается, еще, не дай бог, что-то выйдет из строя. Вы можете это оперативно просто исправить ситуацию. Просто звонок, звонок. Если что-то не понимаешь, берешь, набираешь, и тебе все. Пока ждешь, ты теряешь время, у тебя сырье все простаивает. Это тоже, кстати, важный момент. Тут же позвонили, они прислали, запчасть заменили. Даже если так. Они даже чинят эту итальянскую. Она вперед сломалась. То есть, молодцы. Уже соображают, и поэтому не страшно, честно говоря. У нас с заквашенными культурами похуже, конечно. Мы уже обсудили тоже. То есть, заквашенными импортными? Мы пока используем. Или есть русская, но хуже? Есть. Буглическая. Я, честно сказать, я еще пока не пробовала. То есть, я пользуюсь пока итальянской. Потому что у нас в основном итальянец наш, мой шеф, то есть, который учит, постоянно на связи. И он мне и подбирает эти заквашечные культуры, присылает. Прямо с Виталии нет проблем. И так же и мороженое мы пока. То есть, пока не ударили. Хотя вот сейчас уже обращаются к нам. И люди, которые, то есть, предприниматели, которые нашими торгуют ингредиентами для мороженого, для сыроделия. Неужели она схожа? А? Неужели она схожа? Я не знаю, сейчас вот будем пробовать. Вот сейчас мы связались. Не знаю, насколько. Это же мороженое русское. Я вот в центре Рима специально, наслышанное с детства, вот купил вот этот рожок. Вот, вот. На первый взгляд, что особенное? А цена какая-то? На второй, на второй тоже ничего особенного. Вот, честное слово, наше русское. А наше лучшее. Я не почувствовал никакого, знаете, ох, блаженство, ах, итальянское джелата. Да, мороженое, как мороженое. Честное слово, вот, наше русское, я считаю. Пусть итальянцы не обижаются, но наше советское было, конечно, в сто крат лучше. Да? Да. Вот, отвечаю. Да, реально лучше. А почему было? Ну, советское, это, такого еще, по-моему, нет. А почему нет? Ну, мы стараемся, чтобы было, но сложно тоже. А что, каков секрет-то? Ну, есть ингредиенты, допустим, должно быть, вот для меня это проблема в сухом молоке, в качественном. То есть, сухое молоко есть, но оно не такое ароматное, как раньше было. Да, раньше вот этот малютка, помните, был, я не знаю, вы даже застали или нет, было детский корм малютка, он такой ароматный, вот сухим, сухое молоко было такое ароматное, что открываешь и пахнет ломбиром. Не помните? Ну, было бы. И сейчас вот открываешь это, от сухого молока тоже много, это протеин обязательно, туда надо добавлять, нулевку. И не то сухое молоко. Вот сколько мы перепробовали белорусское, там такое раз такое, не то. То есть, или нам самим сгущать, варить свое сгущенное молоко, на этом сгущенном молоке, и уже тогда ближе, да, ко вкусу советского у нас приближается. Но мы, я думаю, что мы тоже все равно, мы в этом работаем, и уже намного больше стало даже выбора этого сухого молока. Начало, вот мы начали, да, это была проблема, найти натуральное сухое молоко. Сейчас это не проблема вообще, как легко, и выбор уже есть, и может быть оно уже есть такое, просто оно мне еще не попало, то есть потихонечку ищем. Поэтому я думаю, что все получится у нас, да. Главное, чтобы... Скажите, ну вот опять-таки санкции, мы же тоже ввели санкции, вам это помогло? То, что мы пресекли вот часть потока, вот были литовские сыры, помните, там другие зарубежные. Конечно, помогло. Если бы не санкции, то мы бы остались на уровне домашнего потребления дома. Или, то есть, дальше бы мы, наверное, и не пошли бы. То есть, чисто для себя так, да, интересно, хобби, это все прекрасно, но я думаю, что тяжело. Хотя вот сейчас многие, допустим, мы на ярмарках участвуем, и многие в Москве тоже, вот Россельхозбанк нам предоставлял в Москва-Сити поторговать, и там многие пробовали, мы же дегустацию проводим. И все говорят, даже некоторые прямо вот, ну, прямо пели дифферамбе, сказали, ну, какое счастье, что наконец-то у нас начали появляться реально хорошие сыры, ничем не хуже каких-то итальянских или французских. То есть, есть, значит, я сама себе там иногда не доверяю, но когда люди говорят, уже прислушиваешься, значит, не все, ну, действительно, что-то у нас получается. Дамы, скажите, ну, а вот со стороны государства какая-то помощь есть или наоборот, скажем так, государство, скажем так, кошмарит? Семь, не кошмарит. Ольтик, вас кошмарит? Вы знаете, у нас была помощь, на самом деле, помощь, она была существенная, это был 2020 год, вот, когда мы решили немножко расшириться, и государство нам, ну, я не просто, ну, как бы не рекламирую ничего, но нам дало денежные средства в виде социального... Государство в рекламе не нуждается? Нет, я имею в виду, не рекламирую, ну, именно наше направление, что мы, да, мы получили денежные средства на безвозмездной основе для строительства именно сарая, скажем так, то есть будущего помещения для инкубаторов. Вот, мы освоили эти денежные средства, отчитались, показали все, вот, последние копеечки, и сейчас мы до сих пор у них работаем. То есть, ну, сейчас маленько поменялись там, знаете, как интересно у нас? У нас изначально социальный контракт, он предоставлял помощь, чтобы малообеспеченные семьи, скажем так, обеспечивали себя вот для внутренних нужд. Вот, а сейчас форма поменялась помощи. Сейчас не только, чтобы ты обеспечил себя, но встал на ноги, и ты стал, скажем так, на этом зарабатывать. Вот, вот эту помощь, этот вид помощи я сейчас, ну, как бы, не рассматривала, потому что, ну, скажем так, пока нам достаточно наших мощностей, детки маленькие, вот, но вообще помощь была, и мы ее оценили, и это действительно нам помогло. Вот социальный контракт – хорошее направление, я считаю. Ну, у нас тоже была помощь, во-первых, у нас, вот первую, когда сыроварню мы покупали, у нас вошли мы в нашу местную программу на компенсацию на возврат оборудования, то есть Калининского, то есть Терской области, или Калининского района даже, Калининского района, по-моему, и нам 50% вот вернули за первую сыроварню, а сейчас мы вот через мой бизнес будем пытаться взять, уже оформляем кредит на строительство ангара для сена, для хранения сена в основном, то есть вот как раз это все, я думаю, что в течение двух недель мы его получим и построим еще, еще один ангар, то есть это без этого никак. Да, без помощи, там под 4,5% вот обещают дать, поэтому для нас это, конечно, большая помощь. Конечно, вот тут учитывая все угрозы Центробанка поднять счетную ставку, чувствую, вот запретительные кредиты скорого для нашего бизнеса, а то 4,5% это. Да, и вообще, в принципе, мы мечтаем, что как семейную ферму мы еще сделаем, построим новую ферму, мы уже переросли свою ферму, поэтому я думаю, что нам пойдут навстречу и помогут еще и с фермой. Сначала тянусь сарай, если Бог даст, а потом на этом же, то есть рядышком там будем строить семейную ферму новую. Владислав, законодательство как в этом плане действительно помогает нашему семейному бизнесу? Да, вы знаете, вот, к сожалению, на данный момент никак, потому что определения от семейного предпринимательства нет, да, наша цель как раз нормализовать эту ситуацию, чтобы все было ясно в правилах игры. Каждый понимал, чем занимается и что получит государство от этого, а что предприниматель семейный. Закона, как я уже говорил, федерального не существует, но целый ряд. А может и не надо, может вот, как это, у врача не навреди. А вот надо. Надо, все-таки надо. Первое, с простого, с чего я начал, это даже юридические аспекты, да, то есть вот сейчас пройдемся, каждого из сидящих за столом, можно, в конце концов, за что-нибудь штрафануть. Потому что вовремя это не будет. Ну, насчет посадить перебор, конечно. Федерального законодательства нет, но оно когда-то будет. Ряд регионов, которые, кстати, нас окружают, Владимирская область, Рязанская, ну там не совсем нас окружают, Башкортостан, там Нижний Новгород, они предели или свои законы о семейном предпринимательстве, или внесли изменения в закон местный о поддержке малого и среднего предпринимательства. Мы тоже с такой инициативой выступили, набрали уже сторонников, предпринимателей. Профсоюзное объединение нас поддержало. Уполномоченный по защите прав предпринимателей тоже поддержал. Но когда я написал одному из наших губернаторов письмо с предложением, ну, инициировать это через ЗАГС собрания, используя опыт, в ответ получил, знаете, такая классика, там было написано обо всем, но кроме ответа на вопрос, который я задал. Нам перечислили массу мероприятий, которые проводятся и что делается, в принципе, вот о семье в целом, да. Но о семейном предпринимательстве и то, что мы спрашивали, нулевая ситуация. Я, признаться, очень сильно удивился, потому что ведь наша область, когда Игорь Михайлович стал губернатором, с этого момента фактически выделяется очень сильно, в том числе благодаря его личной позиции, по поддержке семьи. Да, у нас и одежда, и наборы для новорожденных, у нас и школьные костюмы, ну и так далее, и тому подобное, все перечислять сейчас не буду. И суммы на это приличные уходят. То есть я сделал вывод, что до губернатора пока наша инициатива не дошла. Потому что в год, когда у нас с вами действует указ президента о поддержке семьи, да, а семья и семейное предпринимательство это связано, это же прекрасно с точки зрения страны. Когда люди сами о себе заботятся, о своих членах семьи заботятся, кормить их не надо, поить не надо, они все сами за тебя сделают, еще в общую копилку принесут кто курей, кто сыр и плюс налоги. Ну что же еще лучше-то, да? Поэтому данную работу мы пока не останавливаем. Я считаю, что нам поправочки как минимум нужны к местному нашему региональному законодательству о поддержке семейного предпринимательства. И дальше на этой базе будет просто работа более четко поставлена. И эффект будет выше. Поправки какие нужны? Ну, это сложный вообще вопрос, но действительно закон такой нужен. Нужен? Нужен, я считаю, нужен. И вообще надо все, что связано с семьей, поддерживать. И даже вот этот закон о семейном бизнесе, он тоже будет свою роль играть. И в бизнесе, и в семье. То есть это, то есть надо не только, то есть, популяризировать, да? Вот это вот семейный бизнес, да? А вот это тоже, я считаю, вот этот закон, он покажет свое внимание к этому вопросу и сыграет свою роль. На самом деле, если копануть, вот действительно, столько нюансов вот в нашем бизнесе, который действительно семейный, то, что у нас и дети задействованы, и, допустим, муж у меня работает, я, ну то есть официально на работе, я являюсь главой крестьянского фермерского искусства, у меня дочка работает, да? То есть вот эти все, очень много нюансов. Конечно, я думаю, что будет вот закон сам принять, и все вот эти поправки, это будет очень сложно. Это, наверное, надо будет не один год, не два. То есть это надо в процессе его использования, наверное, много-много вносить и менять чего-то, но пока не начнем, ничего не сдвинется. Тем более, во всем мире действительно очень важно и очень по-другому относятся к семейным компаниям. И это же не просто так. И у нас до революции вот эти семейные династии, семейные компании, они огромную роль были во всех. То же самое, в купеческом семья. В меценатстве. То есть до сих пор мы их знаем, помним, что семейные компании, династии приносили огромную пользу государству, поднимали государство на самом деле. И за рубежом это действительно до сих пор так. Почему у нас сейчас непонятно, то есть почему не хотят поддерживать семейный бизнес? Почему? Вот вроде малое, да, там какое-то предпринимательство равняет семейный бизнес. Нет, не так, я считаю. Семейный бизнес это более надежно, это очень перспективно. Там действительно другие отношения. И в самом бизнесе, да, более, меньше текучка кадров, да, допустим. С детства приучают детей к труду, действительно. Сейчас это настолько важно. Даже вот это было одной из, не только здоровья семьи, но и то, что дети, что творится с детьми. Дети все в интернете. А если родители будут пахать, в любом случае это им и какой-то пример. И хочешь, не хочешь, они будут в этом участвовать. И тоже какое-то спасение. То есть дети будут чему-то учиться, не только сидеть, да, в компьютере, а что-то они будут видеть. То есть они у нас все умеют, допустим, наши дети. Пример должен быть перед глазами. Ну да. Чем занимаются родители, тем будут заниматься дети. Так же, если поддержите, я думаю, что там люди потянутся в это. Это, ну, действительно тяжело расшевелить этот поезд, да, толкнуть. А потом, когда его разогнать, все будет по-другому. И намного больше это будет таких вот компаний. Вот позвольте, а у меня, вы знаете, еще какое... Дело в том, что если у нас будет как-то узаконен статус семейного бизнеса, подумайте, возможно, это упростит как-то развитие в каком отношении. Проще будет брать какие-то банковские кредиты, какие-то банковские продукты. Потому что получается, что не имея официального статуса, ты не можешь пользоваться инструментами экономики, понимаете? Иногда существует такая потребность привлечения каких-то заемных средств, опять же, для развития, для дальнейшего роста. А если у тебя нет официального статуса, ну да, семейный бизнес, ну это так сейчас, это просто номинально. А официального подтверждения нет. Ну, соответственно, для банка это рядовое физическое лицо, которое пришло называть себя семейным бизнесменом. А по факту не иметь никакого, может быть, отношения. То есть, понимаете, вот эта вот тоже грань, она очень важна. Потому что официальное признание и закрепление дает уже дальнейшие возможности для развития. Вот в плане даже тех же самых банковских продуктов. Мне кажется, даже для сохранения семей, это очень важно будет. Да, это очень важно. Наш эфир подошел к концу, мы говорили о семейном бизнесе, вот вы слышали наши замечательные предприниматели, женщины, красавицы, спортсменки, комсомолки. Успешно развивают, как вы слышали. Не все у нас на Руси Майюшке так плохо, наоборот. Вот вы слышали импортозамещение оборудования, наконец-то у нас свое отечественное. Поэтому самое главное, чтобы вот услышали вышестоящие наши органы власти. Вот слова наших бизнес-леди, что нужны еще определенные поддержки в плане, по крайней мере, законодательства, чтобы жить в нашем семейном бизнесе лучше и веселее. Спасибо большое, уважаемые гости. Программа «Тема дня». До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.